Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу. Практически в центре Чебоксара, на пересечении улиц Гагарина и Мопра, строители обнаружили 8 надгробных памятников конца 19-го, начала 20-го века. Судя по именам, принадлежали они известным в Чебоксарах людям. Откуда взялись могильные плиты и что с ними делать в нашем сюжете? Три дома по улице Мопра дождались своего часа. На днях их снесли, а под одним строители обнаружили странные опоры, очень похожие на мраморные. Когда откопали, ужаснулись и кинулись звонить историкам и археологам. В качестве шашек под первым венцом бревенчатого дома были использованы мраморные могильные плиты. Черные, скорее всего, это габридиабазы. Есть черный гранит и остальные из красноватого гранита, уже нам привычного. Ну, достаточно красивые, классические породы для надгробий. Это очень дорогие изделия. Безусловно, они были доступны только богатым людям, которые могли себе позволить это сделать. Ну, мы видим металлизированное золочение. Даже спустя сто лет с лишним прекрасно сохранились надписи, и мы их легко читаем. Дом этот начало постройки 1930-х годов. Именно тогда было закрыто и стало разрушаться городское кладбище. Скорее всего, эти надгробия с городского кладбища сюда были привезены и использованы в качестве камней под нижний венец этого дома. Это значит, что никаких захоронений на улице Мопра не было и нет. Но сам факт, что дом стоял на могильных плитах, украденных с городского кладбища, как-то неприятен. Впрочем, соседи давно подозревали что-то неладное. Ну, он был странный дом, на самом деле странный дом. В чем странность? Ну, какой-то вид, от него какой-то дух, что-то такое было. Вся улица, так говорили. Но мы не знали, что стоит именно на этом памятнике. Нехорошая квартира, точнее дом, вроде бы строился как детский сад, хотя мог находиться и в частном владении. Это можно выяснить. А вот хозяева могильных плит, если можно так выразиться, в городе хорошо известны. Два камня, скажем, они рассказывают о известном роде купцов-хлеботорговцев, кушевых. Этот род известен тем, что занимался предпринимательством в больших размерах, то есть поставки хлеба осуществлялись в больших размерах. Один из представителей рода кушевых в советские годы стал профессором медицины и работал в Саратовском университете. О находке уже сообщили в Минкультуру и Краевический музей. В ближайшее время решат, что с ней делать. Специалисты очень благодарны строителям, которые проявили такой интерес и уважение к истории города. Не разбили и не выкинули памятники, чтобы избежать хлопот. Это красноречиво свидетельствует о том, что современное общество более цивилизовано, чем 90 лет назад. Елена Гальперина, Игорь Зверев, Республика.